Суббота, время 7 утра. Я уже вышел из дома, у меня в руках сумка с вещами для переодевания. А знаете почему? Потому что я сейчас наконец-то еду в автошколу. Я наконец-то начинаю учиться водить мотоцикл. Почему так долго я этого не делал? Потому что я очень ждал, пока освободится и приступит к этому мой хороший товарищ, крутейший мотоциклист. Я инструктор и просто хороший парень, которого я очень много лет знаю. Мы много лет вместе катаем всякие различные шоу. И наконец-то когда я буду тоже двухколесным братом, то конечно у меня сомнений даже не было, кто меня будет этому обучать. Поэтому стартую, очень переживаю, волнуюсь и буду вам все рассказывать. Марик, жди. Суббота, почти. Ну, значит на занятия начнем сразу в боевых условиях. Лужники. Смотровая. Очень красиво. Очень хороший настрой. А место это не простое, очень знаковое. На самом деле я так здесь оказался, у меня аж прям воспоминания нахлынули. Это парковка лужников в малой спортивной арены. Здесь в свое время прошли очень такие крутые события. И конкретно здесь была последняя автоэкзотика в 2013, кажется, году, да. И здесь был кубок Москвы по дрифту. А еще вот для супри... А здесь вот эта фотка была сделана со Славой Максимовым, где я его жигу догоняю, и потом там мемчики пошли, я им сейчас выложу. И прикольно, что ну вот сейчас солнышко вышло, а вот буквально две минуты назад я подъехал, там было сухо, а здесь... Погода берет нас на слабо, но ей это не удастся. Так, ну, наверное, сейчас сторис я вам уже снимать будет мне тяжело, поэтому пока вот так приступаем к занятиям скоро. Примчался. Вратан, скажи, пожалуйста, вот на камеру любителям сторис, что не с первого занятия у нас начнется виле, стопе, что хотя бы ты меня научишь... Нет, со второго. Со второго? А второе у нас сегодня вечером... А-а-а, в кем я... Ребята! Первое занятие это деньги в час. А, да? Вот так вот начинается. Все, идем переодеваться. И приступаем. Волнуюсь, так мать. Саня, пожалуйста, офис, сразу видно, кто здесь батя, я не про тебя, шучу. Короче, все тут очень цивильно у ребят, пожалуйста, шлема, душем, это очень удобно, потому что понятно, что после мототренировки тебе захочется свяжется. Вот такая раздевалочка, Марат мне тут сейчас показывал, объяснял, что сразу планировал, чтобы там можно было большие сумки убрать, экипировочка висит. В общем, очень круто, очень стильно, и я прям безумно рад, что все это ждало, но того стоило. Марик, я готов! Слушайте, получается, я первый ученик? Реально первый. Марат, как раз, исполнил новый, да? Первый, да, мы вчера построили площадку, сегодня Никита, так, короче, получилось, что он решил раньше всех приехать, теперь стал первым. В 7.30 я примчал уже вот с такими глазами. Ух, какая ответственность. Ладно, все, хватит разговоров, уже все понятно, сейчас переодеваемся, Марат мне там подбирает экип, и мы начинаем наше первое занятие. Физически начнется занятие, я вам ничего снимать, естественно, не могу, поэтому предварительно сниму вам технику, на которой мы будем заниматься. Марат, скажи пару слов. Значит, начнем... Мы с тысячника начнем, нет? Нет, начнем с... Короче, да, и на ней пока и продолжу. Я правильно понимаю, ты мне правильно говорил, что это реально аналог моего КТМ-а 390? Да, 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 аналогично. То есть, все, я буду начинать вот на таком красавце, это... БМВ... Очень клевый, стильный. Слушайте, техника здесь вся, конечно, очень крутая. Доброе утро! Пролетели Ми-28, Ка-52, а мы продолжаем занятия. Закончилось первое занятие, успешно, успешно. Мы сегодня освоили троганье. Да, троганье с места. Троганье с места, позу стойки, езду в стойке, повороты в стойке. И самое главное, что мы сегодня закончили... Не все получилось, поэтому мы будем продолжать. Марат, красавчик, все очень круто, спасибо. Надеюсь, мы либо сегодня, либо завтра продолжим второе занятие. У нас интенсивный курс. Да, слушай, значит, ты так как здесь оказался, вот мне Марат... И подтормаживать пальцем. Скажи, пожалуйста, вот ты бы мог показать любителям садись, как ты будешь подтормаживать пальцем на мотоцикле? Убери, Ваня! Ваня! На любимом рабочем месте. Сейчас мы, наконец-то, увозим машину на диагностику электрики. В Питер с Ди, выезжаем. Ребята вовремя отзанимались в мотошколе. Не хотел бы я сейчас быть на площадке. Понятно, что такое тоже нужно, но вот что-то не хотелось. Видео, помнят, что я рассказывал про то, что мы отдали кое-какие детали в тачке Виталика на Аквабласт. Что это такое Аквабласт и как это выглядит до, а потом после я вам сейчас покажу. Сейчас покажу до. Просто зацените, как выглядит цилиндр тормозной, как выглядит цилиндр сцепления. Напомню, что это бэушные детали, которые стояли на машине и в прекрасном состоянии. Как выглядит натяжитель приводного ремня. Вы такой когда-нибудь видели? Вот, все это благодаря Аквабласту очищено. И сейчас займет на свежеоткрашенных деталях. И со свежими трубками свое место. Вот красота в мелочах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова